МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа День города. Смотрите в выпуске. Три дня на перелом на совещании с Владимиром Путиным Павел Малков обозначил основные угрозы. Многолекая Россия с разработки масштабного туристического маршрута в Рязани стартовал форум древних городов. Страшный сон Батыя. Сегодня день Евпатии Каламата. Над ликвидацией лесных пожаров сегодня работают больше 9 тысяч человек, 15 единиц авиации и 1500 единиц техники. Если все будет нормально в течение 2-3 дней, основные очаги будут локализованы. Об этом сегодня на специальном совещании по ситуации с лесными пожарами в стране заявил Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков. По его словам, наибольшие опасения вызывают сегодня северное и западное направления. Там сосредоточен основной костяк сил и средств. Какая сейчас обстановка, расскажем далее. Текущая обстановка с пожарами в Рязанской области осторожно оптимистичная. Да, противопожарную группировку нарастили максимально. Россельхоз все наглядно показал на своей инфографике. В регионе уже больше 9 тысяч людей и полторы тысячи единиц спецтехники. Тем не менее, как заявил Павел Малков Владимиру Путину, фактор внезапности все еще присутствует. Специалисты говорят, что если не вмешаются, если не появятся какие-то новые факторы, то пожар будет локализован в течение 2-3 дней и ликвидирован в срок от 1 до 2 недель. Но в жизни, конечно, стихии преподносят сюрпризы периодически. Я сам лично не раз уже убедился в этом за прошедшие дни. Поэтому сейчас все службы просто делают свою работу по согласованному плану. В том числе я лично нахожусь тоже большую часть времени там на месте. Федеральное совещание по ликвидации природных пожаров начали именно с Рязани. Владимир Путин четко разграничил зону ответственности и обозначил основные риски распространения огня. Теперь это общее дело и местных властей, и федерального центра. В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают, к сожалению, все-таки распространяться. Их очаги в нескольких районах находятся в 5-километровой зоне от населенных пунктов. И это вызывает особое беспокойство. Поэтому прошу принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а главное для защиты людей, природы, животного мира. Отмечу, что в Рязанской области горят не только земли лесного фонда, ответственность за которые лежит на субъекте федерации. Пожары распространились на две особо охраняемые природные территории. Заповедник Окский и Мещерский. На два заповедника. И нужно, безусловно, наладить совместную работу по предотвращению и ликвидации пожаров как на региональном, так и на федеральном уровне. Нынешнее положение здесь наглядно продемонстрировал у себя в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. На кадрах смог и работа пожарных в горячих точках. Собянин уточнил, что по просьбе Минприроды в Рязанскую область направили самой мощной за последние годы группировку почти в 9 тысяч человек. Кому как не ему ею управлять. Это Сергей Собянин и будет делать. С одобрения Владимира Путина у него новая командировка в Рязань. Пока бессрочная. Потому что синоптики всю неделю обещают жару, дефицит осадков и ветер, экстремально выходящий за климатическую норму. С выставки «Многоликая Россия» стартовал сегодня в Рязани форум древних городов. Библиотеки имени Горького говорили о создании специального всероссийского маршрута по аутентичным местам. Самые яркие из городов как раз определят в рамках форума. Выставочный проект «Многоликая Россия» представляет вниманию зрителей архивные фотографии Российской империи второй половины XIX – начала XX веков из коллекции Государственного музейно-выставочного центра «Росфото». В первую очередь это художественный проект, который, я надеюсь, позволит всем вам, нашим любимым зрителям, именно увидеть собирательный образ нашей страны в работах гениальных художников, фотографов 19-го, начала XX века. Я говорю художников, потому что по прошествии времени мы все больше начинаем ценить фотографическое изображение именно как художественное произведение. На этих фотографиях виды крупных городских центров Российской империи – Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Архангельска, Ростова, а также аутентичная жизнь национальных окраин. Работы известных мастеров фотоискусства того времени с исторической точностью и художественной выразительностью передают разнообразие жизненного уклада населения государства российского. Цели и задачи этого форума очень созвучны той выставке, тому выставочному проекту, который мы сегодня открываем. И сегодня здесь мы видим на этих удивительных работах культурное наследие городов, древних, современных городов России, которые являются поистине символами нашего государства. Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Архангельск и многие другие. И что еще очень интересно, что эти работы поражают не только своей художественной выразительностью, но и высокоисторической точностью. На выставке зритель увидит типажи, крестьяне, дворники, извозчики, торговцы, видовые и жанровые съемки русской деревни, а также снимки представителей правящего дома Романовых и великосветского сословия. Здесь вы увидите фотографии самого известного, последнего бала императорской семьи, который прошел в 1903 году. Свидетели бала – портреты из фотоателье. Также на выставке фотографии народностей – татар, мортвы и кавказцев. Так символично выставкой открылся форум и продолжился пленарным заседанием по разработке Всероссийского культурно-просветительского маршрута по местам бытования традиционной культуры народов России, художественных промыслов и ремесел под названием «Многоликая Россия». Примечательно, что для разработки маршрута выбрали именно Рязань. Среди всех всероссийских культурно-туристических проектов это будет самый большой маршрут. Он пройдет по всем федеральным округам. Все регионы, все регионы могут что-то предъявить. Поэтому этот маршрут, не маршрут в прямом смысле этого слова, это не линия на карте. Это глобальный большой проект, который соткан из действительно маршрутов и субмаршрутов. Мы по итогам нашей встречи в Рязани должны по существу принять решение, кто из регионов, какие из регионов и не только регионов, и какие из культурных институций войдут в маршрут уже в 2023 году. Главными тематическими направлениями форума, проводимого в год культурного наследия народов России, станут народный костюм, 200-летие с начала официальных археологических раскопок на городище Старая Рязань, 870-летие города Касимова. Форум сохранит международный формат, включая онлайн-режим проведения некоторых мероприятий. Таким образом, в пятом международном форуме древних городов примут участие представители более 200 древних городов России и мира. В Рязани прошли общественные слушания по благоустройству Площади Победы и Малого шоссе. Территория стала лидером народного голосования по железнодорожному району. Благоустройство начнется в следующем году по проекту формирования комфортной городской среды. Малое шоссе и общественная территория Площади Победы – лицо Рязани. Так сегодня считают городские власти, так же считают и сами жители. Именно их голосами это пространство гарантированно благоустроят в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Пока что все эскизы только предварительные. Мнение жителей здесь первостепенно. Я очень люблю наш город и мне очень хочется, чтобы малое шоссе действительно выглядело как именно рязанское. Не копировало какие-то другие там города, не копировало какие-то, а именно ощущалась наша рязанская душа. Рязанская душа – это беседки, качели и малые архитектурные формы. А еще расширение пешеходной части на Площади Победы за счет бывшей парковки. Все это с благоустройством и озеленением. Деньги готов направить и Ростуризм. Рязани Касимов в этом году выиграли конкурс туристического кода центра городов. Во-первых, это цветовая гамма. Такая вот оранжевая с темными цветами, характерная именно для рязанской вышивки. Мы с коллегами и архитекторами, и прикладниками изучали как бы рязанскую вышивку и некоторые характерные элементы. Они вот здесь вот проявляются. Плюс к этому это материалы, цветовая гамма, это некоторые характерные узоры и орнаменты, образ вот этих вот наших крыш. Это все в проекте в некоторых моментах будет проявляться. Концепция, конечно, красивая и замечательная, говорили «Рязанцы» есть тут только одно «но». Вид так называемых входных ворот в Рязань, так называют еще малое шоссе, портит уличная торговля. Здесь сейчас актуальна проблема с проездом машин по пешеходной зоне, а также остро стоит вопрос своевременной уборки мусора и снега зимой. Свои предложения у рязанцев тоже были. Большее озеленение, установить видеонаблюдение, а также ограждение и общественные туалеты. Диалог, кстати, можно продолжить в официальной группе администрации города. Все конструктивные идеи пообещали в проекте учесть. В народном календаре 24 августа – день Евпатия Калаврата, прославленного рязанского воевода времен Ордынского нашествия XIII века. Напомню, Калаврат со своей дружиной настолько отважно сражался с монголо-татарским войском, что после гибели Евпатия хан Батый отдал выжившим русским воинам его тело и отпустил их. История Евпатия Калаврата связана с одним из самых трагичных эпизодов истории Руси – монгольским нашествием. Вторжение монголов на Русь началось в конце 1237 года. Первым под каток Батыя попало Рязанское княжество. Князь Юрий Игоревич отправил своих людей с просьбой о помощи князьям Владимирским и Черниговским. Именно в Чернигове находился в это время Евпатий Калаврат. Здесь его и застала весть о гибели Рязани и смерти князя. Бросился Евпатий в догонку за войсками татар и бился не на жизнь, а на смерть. В неравном бою погиб Батырь и его воины. Считается, что восхищаясь храбростью Евпатия Калаврата, а также в знак уважения его мужеству, Батыя отпустил захваченных в плен ранеными рязанских воинов из его отряда с телом убитого витязя, чтобы они похоронили его согласно своим обычаям. Легендарный герой, легендарное я не случайно это слово использую, потому что все-таки, если мы имеем дело с этим персонажем, то это в принципе человек, про которого до сих пор ведутся споры, существовал он на самом деле или нет. Мы о нем знаем из повести «Разорение Рязани Батыя». Но тут какой момент? Эту повесть нельзя считать летописным произведением, нельзя это считать действительно таким адекватным историческим источником. Это больше такой литературный, наверное, памятник, чем летописный, поэтому споры ведутся до сих пор. Существовал этот человек, не было его, может быть, это какой-то собирательный образ. Памятник Евпатию стал одним из мест паломничества для тех, кто почитает историю русского воинства. Памятник появился здесь в 2007 году, скульптор наш, лизанский скульптор Олег Седов. Памятник, вообще, если так вот уж придираться, памятник должен был бы расположен быть, конечно, на старой Рязани, не здесь, здание в Переславле Рязанском. Но, тем не менее, да, выбрано было это место, памятник очень такой экспрессивный, мне лично нравится, туристам нравится, поэтому, ну, может быть, придраться можно только к тому, что на фоне здания Почты России, да, но, как говорится, ничего мы тут уж не поделаем. Здание есть, никуда переносить оно не планируется. На Руси день Евпатия Калаврата считался страшным. Существовало поверье, что на болотах появляется белый конь, который скачет по земле, пытаясь найти своего погибшего всадника. На болотах и кладбищах в этот день загораются облуждающие огоньки. На Руси верили, что это души самоубийц, утопленников и людей, умерших неестественной смертью. На Калавраты полагалось встреч овец, ухаживать за шерстью других домашних питомцев. Погодные же приметы гласят, утренний туман стелится над водой, всю неделю будет тепло. Погода солнечная и ясная, сентябрь будет сухим. В лесу мало грибов, к морозной зиме, красное небо на рассвете, к сильному ветру и дождю. Пользуясь возможностями, которые предоставляет государство, стоит помнить и о собственной ответственности, и исполнять тот самый закон. В Петелинском районе пришлось проверять ответственность многодетных родителей в отношении их же собственных детей. Материнский капитал чаще всего используют для покупки жилья. Также поступили и жители Петелина, но своих детей в право собственности почему-то не оформили. Чем и заинтересовались прокуроры. В ходе пройденной проверки установлено, что в течение 2008 года, после рождения третьего ребенка, гражданка В обратилась в отделение пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средств материнского капитала на погашение кредита, взятого на приобретение жилого дома в Петелинском районе. При этом гражданка В, а также ее супруг взяли на себя обязательства по оформлению жилого дома в общую долевую собственность своих несовершеннолетних детей. Однако, до настоящего времени гражданка В и ее супруг в нарушении действующего законодательства приобретенный жилой дом в общую долевую собственность своих детей, в том числе двух родившихся после использования материнского капитала, не зарегистрировали. В связи с таким безответственным подходом родителей, прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием признать за пятью детьми гражданки В и ее супруга право долевой собственности на жилой дом, приобретенный на средства материнского капитала. В этом августе исковое заявление удовлетворено полностью. На этом у меня все новости. Я прощаюсь с вами до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова